Продолжение следует... Сломали мою страницу И... Продолжение следует... С призывом после этого митинга После этого митинга Идлился захват нашей мэрии Нашего исполнителя Не верьте! Мы только мирный протест Я сегодня трижды пытался восстановить У меня это... Отправили более 40 человеков Если вам кто-то говорил Что кому-то приходили сообщения О захвате каких-либо органов власти Это неправда У нас только мирный протест Потому что это специально делается С теми наемными людьми Для того, чтобы обвинить нас В каких-то провокациях В захвате власти Это подобное дело И это одно, что я хотел сказать Другое Сейчас поддерживаю портреты Тех ребят Которых с нами уже нет А в одних данных Это 7 век Вот таким данным Есть даже более информация Сейчас сложно говорить про это Потому что точно информации нет Но факт есть Есть погибшие в Киеве В Черкассах эта девушка умерла Это есть утверждение Таких данных Это сделано Руками А точнее Под масками Беркута Российского спецназа И это есть утверждение Выложены фотографии в интернете Тех бойцов Российского спецназа Битерских Которые приехали сюда И это не страшно Они были собрались Но 200 людей Они вряд ли пришли И они способны Есть также Есть Водшин 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 Стоит Не делай Автомайдан Всяческий Танец Похвести Людей защищают просто из больниц, главврачам всех больниц, я не знаю, даже Юрдинская, но я садеваюсь, но там приказ, если выявлены людей, свободно, участники Гайдана, сообщать милицию, чтобы этих людей потом отправить в участки. И это факт. Похищены люди. Знаете, когда я вчера в интернете взял дедушку, которому 72 года избили, сейчас он находится в СССР, его на два месяца отправили под арест за организацию массовых протестов. Но не глупо ли это? Скажите мне, что это происходит? И хочу добавить к тому, что на честных администрациях, в обыске 11 администрации, уже признали Народную Раду. Две обыскы администрации, это Ивано-Франковская и Тернопольская, официальным приказом запретили на территории области атрибутику и вообще партнерка коммунистов в банке региона. Это первое мнение, я считаю, что это не в безопасности, а в правах секторе других людей. Им уже надоело все время. Не надо никаких, настолько мирных протестов, потому что это в стране, против каждого из нас. В милиции без всякого труда удастся кого-то найти, поэтому если вам приходят какие-то вещи, координироваться с другими участниками Ермайдана, говорите, мне угрожают, мне пишут, меня призывают к каким-то вещам, чтобы мы знали, что в случае чего мы могли собраться и вместе какие-то действия, какие-то мирные действия должны делать.